Иосиф Кобзон Она даже хотела покинуть возлюбленного, так как вынести это было непросто. Однако любящую жену остановили сильные чувства, а также уверенность в том, что все другие дамы – лишь мимолетные увлечения, а в его сердце всегда была лишь она. Недавно бывший администратор Москонцерта Нина Федорова дала огромное интервью. Она заявила, что точно знает имя главной любовницы Иосифа Кобзона. По словам Федоровой, мэтр якобы состоял в длительных отношениях, а также периодически жил с Людмилой Сенчиной. Она утверждает, что тайну раскрыла ей сама теща-исполнителя. Публика неоднозначно отреагировала на высказывания администратора Москонцерта. Многие крайне осудили ее за эти слова, а журналистов за публикацию подобной информации. Как у вас тут грязно, как услышу эту Нину, сердце бьется об штанину. За такие слова будете гореть в аду. Что-то мало верится, чтобы у Сенчины с Кобзоном был роман. Что за мода делать больно вдовам? Она сплетница в Сея-Руси, пожилая женщина, занялась бы чем-то полезным. Какая осведомленная бабка нарисовалась? Просто кладезь. Нелли Кобзон заслужила иметь все. Это зависть. Возмутились они. Другие же попытались поспорить с комментаторами, но получили достаточно жесткий отпор. А то, что он всех своих учениц опробовал, это нормально, высказался один из читателей, перечислив целый список предполагаемых дам сердца. Другие комментаторы не согласились с ним, отметив, что свечку он вряд ли держал, а потому не стоит так говорить. Также вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона, Нелли в эфире «Ты не поверишь» впервые рассказала о тайном приемном сыне. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ. Он нам достался ребенком, он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын поделилась с супругой артиста. Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. «Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться», — сказала Нелли Кобзон. Ранее сообщалось, что сын Нелли Кобзона Андрей начнет продавать вино под брендом «Вдова Кобзона». Вдова исполнителя заявила, что не видит в этом ничего такого. По ее словам, сын уже подал заявку на регистрацию товарного знака. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака. Он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова